Друзья мои, добрый день, здравствуйте, сегодня 25 сентября, блогер из Перми, опален сотрудник КГБ, юрист Бессонов Алексей Борисович. Друзья мои, ну вот сейчас в интернете обсуждают видеоролик небольшой, где сын Кадырова, Ахмад, по-моему, зовут его, молодой человек, избивает Руравлёва, этот парень в Волгограде сжёг Коран. Естественно, ну, грустнейший поступок, но вы знаете, с точки зрения вот истинного правоверного, мусульманина, да, обладающего познаниями в области ислам, что такое ислам? Ислам принёс в мир мирчайшую культуру, понимаете? И с точки зрения истинного правоверного, я вам хочу сказать, что вот такое отношение к Корану, ну, это как вот человек больной, да, больной, малообразованный. Ну, вы будете сбивать человека больного, который вот, ну, просто отношение к нему будет как несчастный человек, он не понимает всей, так сказать, грандиозности вот ислама и писания, так сказать, вот пророка, мы почитаем его имя и так далее. Ну, может быть, хаттама тоже можно понять, он молодой парень, воспитан в этих традициях, для него это святые институты Корана. Но, тем не менее, я хочу сказать, с точки зрения, что такое мусульманина, истинный, правоверный, это человек кроткий, смиренный, философски познавший все сложности жизни. И с точки зрения, говорят, что было бы, если Пусирай спела бы, вы то же самое в мечети сделали, её бы там убили, там их. Да нет, как раз, если нормальный имам, нормальная умма, там, так сказать, нормальные мусульмане, знающие писание и понимающие еще сложности ислама, противоречивость многих нюансов, это же колоссальная наука, это связано непосредственно с историей и так далее, то они как раз к этому отнесутся. Ну, спели, станцевали, ну, все, спасибо, идите отсюда, уходите. Ну, никто это, так сказать, не воспримет. Ну, это больные люди, понимаете, люди малообразованные. Ну, можно понять тоже чувство малого человека, он действительно может быть по-частики возмущен, но, тем не менее, как он пропал там же в следственной части, кто его пропустил, ну, и вообще избивать человека, который находится заведомо ослабее тебя и находится под следствием, ну, вы знаете, я считаю, что это, конечно, неправильно. Я думаю, что с точки зрения отца Кадыров-старший, а ему надо отдать должное, он действительно получил, ну, вспомните, что творилось в Чечне, да. Грозный был фактически полностью уничтожен. Люди, там, 120 тысяч убитых и раненых было, люди жили в землянках, там, как животные, там, фактически все, инфраструктура, тем не менее, им удалось покончить с терроризмом, восстановить республику, создать какую-то систему управления, там, сложную, противоречивую. Но, тем не менее, я думаю, что нам надо идти к правому государству, и такие вещи не должны поощряться. Я думаю, что отец должен внушение дать сыну, что все-таки понятно его чувство, понятно его боль и возмущение таким поступком. Ну, дураков много на свете, если на каждого дурака поднимать руку и избивать, там, и так далее, то, ну, просто не хватит ни сил, ни здоровья, ни времени. Ну, этим человеком должен заниматься, может, и психиатрией, там, журналов, и следствие будет им заниматься, безусловно. Ну, избивать, еще раз говорю, заведомо, ну, это не поступок, в общем-то, хотя понять можно, с точки зрения эмоционального человека, воспитанного в этих традициях, в этой культуре. Кстати, еще раз говорю, ислам, одна из самых, может быть, самых миролюбивых, истинных ислам, религиозных концепций. Ну, кстати, я вам хочу сказать, ведь долгое время христиане считали, что, там, еще до 11 века, что ислам – это одна из ересей в христианстве, да, там же Халкидонский собор был, до этого Никейский был, ну, это отдельная тема, я не буду вступать в эти бесконечные полемики теоретические. То есть, я к чему, что нас очень много объединяет, христиан и мусульман, да, очень много объединяет, и Иса – один из пророков в исламе, и под любой сурой я, как человек образованный, готов подписаться, и мы, безусловно, щечим Мохаммеда, и, так сказать, щечим культуру ислама, безусловно, очень интересные вещи. Ну, тем не менее, я хочу сказать, что это, конечно, не красит истинного правоверного, избиения, заведомо слабого, ну, тем более, находящегося под следствием, ну, это, я думаю, что это неправильный поступок, и понять можно, молодой человек, простить, я думаю, что старшие, там, родители, внушение ему сделают, что, конечно, понять, возмущение. Ну, и мой конфликт с чеченцами, я хочу отдать должное, диаспоре чеченской, потому что они все знают этот конфликт, тем не менее, диаспора задняла очень достаточно спокойные отношения к этому, ну, да, это спор, конфликт между военнослужащими за жилья, там, и так далее, тут никакого отношения к диаспоре это не имеет, никто меня не избивал, никто ко мне не посылал, так сказать, и так далее, на разборки, и этого не будет, если это будет, я в сольный закон напишу ей заявление сразу, мы будем разбираться, то есть это, да, у меня были конфликты с чеченцами из-за жилья, из-за вот, из-за всех этих нюансов, но к чеченской диаспоре это никакого отношения не имеет, она должна занимать нейтральную позицию, и что там не, ну, споры и конфликты будут, в том числе и с чеченцами, они должны решаться в рамках законодательства, и я думаю, что диаспора должна занимать позицию в рамках закона, она понимает, что, конечно, похвально, что они, защищают своих ребят, защищают свой народ, действительно, страдал он много, особенно в 90-е годы и так далее, но, тем не менее, мы тоже люди, у нас тоже есть какие-то права, семьи, планы на жизнь, и не допустимо, чтобы ребята, чеченцы, так сказать, ну, кстати, они ведут себя нормально, и нормальные чеченцы, кто воспитан в нормальных городах, в нормальных семьях, очень трудолюбивые ребята, очень скромные, как правило, я с ними служил, никаких проблем с ними никогда не было, это, ну, есть, конечно, как любую, есть, сорви голова, но я думаю, что, ну, кстати, они очень управляемые чеченцы, тогда можно пристыдить его, поставить на место, ну, если ты старший, то у них это в крови, уважение к старшему и так далее, это великое, ну, хорош, прекрасный народ, но, тем не менее, да, то, что он прошел, сделали с ним, особенно в 90-е годы, они сами от этого страдают, они сами устали от того, что отношение к ним, как к бандитам, они не хотят этого, понимаете. Поэтому такая ситуация, спасибо вам, Бессонов Игорь Борисович.